Little Nightmares или же Маленькие Кошмары Одна из самых странных игр, которые когда-либо я видел А персонажи в этих играх довольно жуткие Меня этим эта игра и привлекает В этом видео я рассмотрю этих самых персонажей с научной точки зрения Погнали! Для начала рассмотрим сторожа или уборщика Его по-разному называют на ютубе Как видите, у него аномально длинные руки Но при этом довольно маленький рост Возможно у него карликовость Но почему у него такие длинные руки? Его руки гнутся в трех местах А у нас всего в двух Здесь и здесь Но также кожа с черепа сползла на глаза Из-за этого он слепой Но при этом у него довольно сильный нюх и слух И скорее всего осязание тоже Я не понимаю, как он не умер от какой-нибудь инфекции Так как череп оголен Вряд ли он работает в чистых условиях Управлять этими руками будет довольно сложно Но также довольно много энергии потребуется, чтобы управлять этими руками Просто держите руку вот так вот Вы устанете А если эта рука будет намного длиннее Вы устанете в два раза сильнее Также в его руках довольно мало крови Как я это понял Когда ему отрубили руки Там было довольно мало крови Всю ту кабинку должно было залить кровью Так как руки очень длинные И там должно быть очень много крови Но ее там мало Там чуть-чуть Возможно в его руках нету сосудов с кровью Тогда как они функционируют я не понимаю Возможно в его руках есть Какое-то количество сосудов с кровью Но как они нормально функционируют Я не знаю Следующий персонаж это доктор Тут будет чуть поинтереснее Вы сейчас на него смотрите Вы думаете Ну доктор как доктор Но смысл в том То что он лазит по потолку В игре было показано Что он цепляется за этот самый потолок Но Он Жирный И у него Должна быть Хорошая физическая сила Так как он Регулярно лазит по потолку Из-за регулярных физических нагрузок Он бы просто похудел И набрал в мышечной массе Почему он не худеет Значит С его метаболизмом Что-то не то Метаболизм Это грубо говоря Скорость усвоения пищи У кого-то она быстрее У кого-то медленнее У толстых людей Она медленнее У худых Как у меня Она быстрее Поэтому собственно я худой Так как пища Быстро усваивается Но также Из-за того что он лазит по потолку Он бы давно умер Раньше была такая пытка Когда человека подвешивали вверх ногами И он умирал Но из-за чего Кровь приливалась к мозгу Из-за этого человек умирал Собственно доктор сам должен был умереть Следующий персонаж Учительница У нее тоже есть свои странности А именно то Что ее шея Вытягивается на довольно длинные расстояния Даже на слишком длинные Это я тоже как-то криво косо объясню Метоз 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 это грубо говоря Деление клеток Метоз участвует в регенерации А регенерация это когда Нормальные клетки заменяют поврежденные Получаются клетки Именно клетки шеи Копируют друг друга Тем самым удлиняясь Но Но если у нее все-таки Шея удлиняется таким образом Значит у нее Очень мощная регенерация И она возможно бессмертна Про бессмертие я рассказал в этом видео Интересное видео посмотрите Значит учительница бессмертна Но также вместе с шеей Должен был удлиняться сам позвоночник И это уже думаю будет смертельно И довольно сложно Но скорее всего у нее там шеи в запасе Что тоже вряд ли Будем считать что у нее шея в запасе Надеюсь вам понравилось это довольно короткое видео Спасибо что вы его посмотрели Пока Субтитры сделал DimaTorzok